Тему уборки дворов сегодня обсуждали и на совещании в администрации города. Как объясняют представители управляющих компаний, выполнять свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега им мешает транспорт, который жильцы оставляют у подъездов. Причем, по словам коммунальщиков, в большей степени неудобства доставляют так называемые подснежники, убрать которые есть возможность, но нет законных оснований, так как это частная собственность. Кроме того, многие жильцы, все тут представители управляющих компаний, негативно реагируют на просьбу убрать транспорт. В свою очередь, представители администрации готовы выступить с законодательной инициативой, которая позволила бы местным властям убирать и впоследствии утилизировать брошенный владельцами транспорт. У меня были такие же случаи, допустим, там срочно надо отодвинуть даже автомобиль, начинаем отодвигать, выходит хозяин, да, и говорит, вы что трогаете мою собственность? Я сейчас на вас суд подам и все, и будете сама. Ему показывают, что технологическое нарушение, на улице 30 градусов мороза, да, там надо убрать, нет. Хозяин говорит, частная собственность, имейте право трогать. Мы тоже сколько сталкиваемся с этими проблемами и не можем подъехать, потому что во дворах стоят такие расстояния, что наш Урал проехать не мог. И нормативной базы, чтобы людей заставить убрать что-то, мы не мог, у нас нет. У нас, правда, бойцы сильные, они некоторые машины берут и переносят чуть-чуть, чтобы машина проехала, потому что их приезжает несколько человек. На сегодняшний день есть все нормативные документы, позволяющие нам через суд признать транспорт безхозным, безхозяйным, принять меры по переводу его, нанять фирму, допустим, выделить бюджетные деньги и произвести эвакуацию. Продолжение следует...